Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Казизов Аббай Аскарович. Я являюсь учителем информатики, работаю на Зарбаевской интеллектуальной школе города Астаны. Сегодня, к вашему вниманию, я бы хотел представить онлайн-урок на следующую тему. Тема сегодняшнего урока — использование алгоритмов языка программирования для решения повседневных задач. Целью урока является развить навыки вычислительного мышления путем построения блок-схем и дальнейшей разработки приложения. В данном случае будем разрабатывать приложение, используя процедурный язык C++. Теперь давайте определимся с задачами урока. Одной из задач является ознакомиться с понятием блок-схема, а также с элементами условными обозначениями блок-схем. Следующее — создать три алгоритма, используя блок-схемы. Ознакомиться с понятием ICR — интегрированная среда разработки. Также ее называют Integrated Development Environment. Проанализировать критерии сравнения ICR. Построить алгоритм для решения математической задачи нахождения дискриминанта квадратного уравнения, а также вычисления его корней. И разработать программу, опираясь на построенную блок-схему, используя язык программирования C++. Следующее. Какие термины мы сегодня можем встретить в рамках данного урока? Это алгоритм, это может быть блок-схема, условия, интегрированная среда разработки, интерфейс, синтаксис, компилятор. Ну что ж, начнем урок с актуализации знаний. Она будет проходить в форме вопрос-ответ. У вас будет возможность выбрать правильный вариант. Затем я вам покажу, что было на самом деле истинным. Вопрос номер один. Что такое программное обеспечение? Вариант A. Это совокупность программ, позволяющих осуществить на компьютере автоматизированную обработку информации. Вариант B. Это комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого организовать взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех других программ. И вариант C. Это совокупность унифицированных технических и программных средств и правил, описание, соглашение, протоколы, обеспечивающих взаимодействие устройств и программ, вычислительность системе или сопряжение между системами. Вам необходимо выбрать один из предложенных вариантов. Правильный ответ. Это совокупность программ, позволяющих осуществить на компьютере автоматизированную обработку информации. Это и есть определение программного обеспечения. Следующий вопрос. Давайте вспомним, что такое алгоритм. Вариант A. Это фиксированная система обозначений для описания структур данных. Вариант B. Это программа, обеспечивающая взаимодействие компьютера с оборудованием и устройством. И вариант C. Это понятное и точное предписание исполнителю выполнить конечную последовательность шагов, приводящие от исходных данных к искомому результату. Правильный ответ. Что такое алгоритм? Алгоритм – это точное, понятное предписание исполнителю выполнить конечную последовательность шагов, приводящие от исходных данных к искомому результату. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос. Как вам известно, существуют три типа алгоритмических конструкций, одна из которых является линейный алгоритм. Вариант A. Вам нужно выбрать три типа алгоритмических конструкций. Линейный, параллельный, круговой. Вариант B. Линейный, разветвляющийся, циклический. Вариант C. Линейный, одновременный, перпендикулярный. Правильный ответ – линейный, разветвляющийся и циклический. Идем дальше. Что такое язык программирования? Это модуль к программе, который создается отдельно и в случае необходимости может быть подключен к уже работающему приложению. Следующий вариант. Это набор лексических, синтаксических и семантических правил, определяющих внешний вид программы и действия, которые выполнит исполнитель, обычно это EVM, под ее управлением. И последний вариант – это прикладное программное обеспечение для управления веб-страницами. Что же такое язык программирования? Это набор лексических, синтаксических, семантических правил, определяющих внешний вид программы и действия, которые выполнит исполнитель, обычная электронно-вычислительная машина, под ее управлением. Следующий вопрос. Что такое пароль? Нужно найти определение понятию пароль. Первый вариант A – это последовательность знаков, позволяющая пользователям входить в компьютер, получать доступ к файлам, программам и другим ресурсам. Это проверка принадлежности субъекта доступа предъявленного им идентификатора и подтверждение его подлинности. И вариант C – это наука о методах обеспечения конфиденциальности, невозможности прочтения информации посторонним и аутентичности, целостности и подлинности авторства, а также невозможности отказа от авторства, информации посредством шифрования данных. Вопрос несложный, я думаю, вы догадались. Что пароль – это последовательность знаков, позволяющая пользователям входить в компьютер, получать доступ к файлам, программам и другим ресурсам. Хорошо, мы прошли этап актуализации знаний и теперь переходим к этапу работы в группах. У вас на каждом столе приклеены разноцветные стикеры. Вам необходимо объединиться в группы согласно цвету. Желтые в одной команде, синие в другой, зеленые, соответственно, в третьей. У нас должно выйти три команды, опираясь на стикеры, которые уже у вас на столах. Теперь подробнее о первом задании. Каждой команде необходимо самостоятельно найти в интернете определение блок-схема, то есть что такое блок-схема. Также необходимо найти элементы, фигуры блок-схемы и создать два алгоритма, используя блок-схемы. Команда с желтыми стикерами создает алгоритмы на экономическую тематику. Команда синих, математические алгоритмы. И команда зеленых будет создавать алгоритмы на тему повседневная жизнь. Любой повседневный пример. Поход в магазин и так далее, любой. Каждая команда будет изображать и объяснять. То есть вы будете презентовать ваши примеры, ваши блок-схемы. Примечания. Два примера. Каждая блок-схема должна состоять не менее чем из восьми фигур. На выполнение данного задания выделяется ровно 10 минут. Затем идет этап презентации алгоритмов. Что мы узнали? Что мы можем узнать в процессе выполнения данного задания? Давайте посмотрим. Что такое блок-схема? Согласно определению. Блок-схема. Это графическое изображение алгоритма в виде связанных между собой с помощью стрелок и блоков графических символов. Каждый из которых соответствует одному шагу алгоритма. Внутри блока дается описание соответствующего действия. Как вы видите, справа от вас есть простой пример использования блок-схем. Каждая блок-схема имеет начало и имеет конец. Каждый алгоритм начинается и каждый алгоритм завершается. Далее. Что же еще мы могли узнать в процессе данного активити? Элементы блок-схемы. Я хочу вам преподнести 4 основных элемента, которые в дальнейшем мы будем использовать в процессе урока. Первый элемент это овал. Для чего нужен овал? Как его используют? В каких случаях применяют? Овал это фигура, которая используется для начала алгоритма и для конца алгоритма. Параллелограмм. Фигура параллелограмм используется для ввода и вывода данных. Ромб используется для проверки условий. Когда у нас есть условия, когда мы проверяем истина, ложь, да, нет. И простой прямоугольник, который означает процесс, либо какие-то вычислительные действия. В случае, может быть, математической задачи это какая-либо формула и так далее. Хорошо. Теперь переходим к заданию номер 2. Вы остаетесь в тех же группах, как до этого мы разделили. Синие в одной, красные в другой, зеленые, желтые и так далее. Вам необходимо создать блок-схему для нахождения корней квадратного уравнения. АХ в квадрате плюс БХ плюс С равно нулю. Команда, которая справится правильно, то есть корректно справится с заданием и будет первой, будет поощрена в виде бонусов. Примечание. Блок-схема должна содержать аннотацию каждому этапу. Формулу решения данного уравнения, если вы подзабыли, вы можете найти в интернете. И на выполнение данного задания выделяется ровно 10 минут. Ученики презентуют блок-схемы на этом этапе. И давайте подведем итоги выполненного задания. Что мы изучили, что мы можем резюмировать. Нахождение корней квадратного уравнения. Одна из математических задач. Какие данные будут входными? Какие данные мы будем вводить? Это у нас будет А, Б, С. Три переменные, можно так сказать. Какая формула используется для нахождения дискриминанта? Как вам известно, Б в квадрате минус 4 умноженное на А умноженное на С. Сколько условий могут возникнуть в результате нахождения дискриминанта? Опираясь на данную формулу, мы можем получить разные результаты. Например, дискриминант может быть равен нулю. Случается и такое. Дискриминант может быть больше нуля. Дискриминант может быть меньше нуля. И, соответственно, на эти три условия у нас разные формулы. В каком-то случае нет решений. В каком-то случае один корень. В каком-то случае два корня. Существует общая формула для нахождения корней квадратного уравнения. Вы ее можете увидеть. Далее. Хотел бы предоставить вам мой вариант построения блок-схемы. Блок-схемы могут строиться по-разному. То есть суть будет одна, но количество, например, фигур в данном случае может быть абсолютно разное. Это один из примеров. Вы можете увидеть, что программа начинается. Мы вводим коэффициенты. Затем вычисляем дискриминант по заданной формуле. В данном случае у нас d равно pao bif минус 4ac. Это у нас уже я взял формулу с языка программирования c. Потом идет условие, если меньше нуля. Если это условие истина. Нет решения. Нет вещественных корней. Программа автоматически завершится. Если все-таки не меньше нуля, у нас есть условие, что дискриминант равен нулю. Если это условие истина, у нас формула минус b делить на 2а, вывод корня и завершение программы. И если у нас дискриминант не меньше нуля, и он не равен нулю, соответственно, у нас остается последний вариант. Дискриминант больше нуля. И у нас две формулы для нахождения корней квадратного уравнения. Следующее задание. Задание под номером 3. Оно заключается в следующем. Вы работаете в паре. У каждого на столе есть текст с пропущенными словами, которые можно найти отдельно над текстом. Вам необходимо с соседом по партии прочитать текст и вставить пропущенные слова. Тематика текста связана с понятием интегрированная среда разработки, что обычно включает среда разработки. Вам необходимо еще раз, повторяю, прочитать текст и вставить правильные слова, которые уже указаны выше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пропущенных слов в данном тексте. Что мы узнали в процессе выполнения задания под номером 3? Что такое ИСР? ИСР – интегрированная среда разработки. По определению, это система программных средств, используемая программистами для разработки программного обеспечения. Какие компоненты обычно включены в ИСР? Интегрированная среда разработки включает в себя текстовый редактор, компиляторы и или интерпретатор, средства автоматизации сборки и отладчик. С понятием компилятор мы познакомимся чуть позже. Я думаю, вам знакомо, что такое отладчик. Отладчик, по-другому еще называют дебаггер, отвечает за выявление ошибок в программном коде. Теперь немного подробнее об интегрированных средах разработки. Интегрированные среды разработки были созданы для того, чтобы максимизировать производительность программиста. Благодаря тесно связанным компонентам с простыми пользовательскими интерфейсами. Это позволит разработчику делать меньше действий для переключения различных режимов, в отличие от дискретных программ разработки. Однако, так как интегрированная среда разработки является сложным программным комплексом, то лишь после долгого процесса обучения среды разработки можно качественно ускорить процесс разработки программного обеспечения. Обычно IDE ориентировано на определенный язык программирования, предоставляя набор функций, которые наиболее близко соответствуют парадигмам этого языка программирования. Однако, есть интегрированные среды с поддержкой нескольких языков, такие как Eclipse, ActivateState, Commodore, некоторые версии NetBeans, Microsoft Visual Studio, WinDeFi Xcode. Что такое компилятор? Компилятор – это программа, транслирующая исходный высокоуровневый код программы в конечный низкоуровневый код программы. Компиляция – это процесс преобразования высокоуровневого исходного текста программы в эквивалентный текст программы, но уже на низкоуровневом языке. Компоновщик, другими словами, Linker – программа, которая генерирует исполнимый модуль путем связывания объектных файлов проекта. Какие преимущества дает работа в интегрированной среде? В частности, программисту. Первое. Возможность использования встроенного многофайлового текстового редактора, специально ориентированного на работу с исходными текстами программ. Также дает возможность иметь автоматическую диагностику выявленных при компиляции ошибок, когда исходный текст программы, доступное редактирование, выводится одновременно с диагностикой в многооконном режиме. Также работа в интегрированной среде дает возможность параллельной работы над несколькими проектами. Менеджер проектов позволяет использовать любой проект в качестве шаблона для вновь создаваемого проекта. Также работа в среде дает минимум перекомпиляции. Ей подвигается только редактирующийся модуль. Также у нас появляется возможность загрузки отлаживаемой программы в имеющиеся средства отладки и возможность работы с ними без выхода из оболочки. И дает возможность подключения к оболочке практически любых программных средств. Некоторые критерии сравнения интегрированных средств разработки. Их существует огромное множество. Для каждого языка где-то есть интегрированные среды, которые включают несколько языков. Их, они подвергаются сравнению. И вот некоторые критерии, которые можно для себя выделить. Операционная система. Linux, MacOS, Windows, например. При выборе интегрированной среды разработки вам нужно определиться, на какой платформе вы будете разрабатывать, программировать. Есть интегрированные среды разработки, которые работают только на Windows, например, как Visual Studio. Есть, которые универсальные, есть, которые для MacOS предназначены. Это один из критериев. Потом лицензия. Существуют разные виды лицензий. Я здесь указал вот Freeware, GPL, что означает универсальная общедоступная лицензия. И проприетарные. То есть бесплатные есть лицензии, есть лицензии, когда компания оставляет за собой право изменения. То есть все права остаются у компании. Есть также платные продукты, платные среды разработки. GUI. GUI – один из критериев. Это графический интерфейс пользователя. Обычно смотрят, либо он присутствует, либо отсутствует. Отладчик, о чем я говорил, это дебаггер. Тоже смотрят на отсутствие или наличие. Выбор. В качестве языка программирования в рамках данного урока мы будем использовать C++. Он является одним из самых распространенных и известных. Можно буквально пройти по любой ссылке, ввести рейтинг языков программирования, и можно увидеть, что язык C++ входит в пятерку самых популярных в последние, можно сказать, 10-15 лет. Зная критерии сравнения, которые мы оговорили выше, мы можем обнаружить, что подходящей интегрированной средой разработки может оказаться целый список существующих интегрированных средой разработки, о чем я и говорил. Но как же сделать выбор? Для нахождения популярной СР я предлагаю использовать проверенный интернет-ресурс hubr-hubr.ru. Данный ресурс очень популярный, им пользуются и программисты, любители технологий, всем, кому интересно. И результаты опроса, проведенного на этом сайте, показывают следующие результаты. Давайте посмотрим. Пользователям hubr-hubr, можно сказать так, посетителям hubr-hubr, был задан вопрос, какая у вас основная интегрированная среда разработки для C++, для языка программированной C++. И согласно картинке, которую вы видите, вы можете обнаружить, что 39%, что является абсолютным множеством в данном анализе, все пользуются Visual Studio, все 39%. 10% QT Creator и доли процентов на Eclipse, NetBeans, QDeveloper, C++ Builder и так далее. Вот такой вот замечательный анализ. Хорошо, мы определились языком программирования. Мы решили выбрать интегрированную среду разработки Microsoft Visual Studio. 2013 в нашем случае. Microsoft Visual Studio – это линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду разработки, программное обеспечение и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы, как в родном, так и в управляемых кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET, Framework, Xbox, Windows Phone и так далее. Следующее задание. Индивидуальная работа. Используя подстроенные блок-схемы, которые вы создавали для решения, для нахождения корней квадратного уравнения, а x² плюс b и x плюс c равно 0, вам необходимо будет создать программу. Результат приложения должен предразумевать числа с двойной точностью. То есть, как вы заметили, согласно формуле, будет выполняться операция деления, извлечения корня и высока вероятность, что мы получим результат в виде дроби. Поэтому хотелось бы увидеть результат с точностью до сотых доли. Приложение должно рассматривать все три возможных условия дискриминанта. Это мы уже оговорили, в блок-схеме у вас это указано, что есть возможность получить дискриминант равен нулю, меньше нуля и больше нуля. Также приложение. Приложение должно включать комментарий для разработчика. То есть, вы с этим уже знакомы, вы должны будете комментировать, но не каждую строчку кода, но желательно максимально доступно и максимально по объему, чтобы было понятно разработчику, можно сказать, даже юзеру, если кто вдруг откроет исходный код. И примечание. На данное задание у нас есть 15 минут. Первые три ученика будут поощрены бонусами. Ученики представляют задание, аргументируют, что получилось, что не получилось. Мы идем дальше. Мы идем к этапу. К этапу тестирования программы. Тестирование программы является обязательным этапом создания программы. Мы будем проверять по следующим параметрам. Какие входные данные будут считаться нормальными? Какие входные данные будут считаться ненормальными? Я здесь написал нормальными, ненормальными в кавычках. Что это означает? Нормальные данные. Что вы ожидаете от пользователя? Например, вы будете запрашивать ввод ABC. Что он может ввести? Какие будут нормальные данные? Это числа от 1 до 100 или числа от 1 до 10. Или он буквы может ввести? Пользователь может ввести все, что угодно. Нормальные данные в вашем понимании могут быть, например, числа от 1 до 15, как вы решите. Ненормальными – это любые данные, которые не удовлетворяют условию. Например, пользователь ввел символ. Например, он ввел буквы или прописью решил число написать. Это будет считаться ненормальными данными. И такие варианты мы должны предусмотреть. Теперь сопоставление с условиями задания. При тестировании программы вы можете сравнить с теми критериями, которые мы оговорили выше. Результат приложения должен подразумевать числа с двойной точностью в формате double. О чем мы говорили, что программа должна учитывать дробные числа. Приложение должно рассматривать все три возможных условия дискриминанта. Опять-таки проверяем. Учли мы вариант, когда дискриминант равен нулю. Учитывается ли вариант, когда дискриминант меньше нуля. Учитывается ли, когда больше. Приложение должно включать комментарии для разработчика. Это было одним из критериев. Согласно этому критерию можно протестировать программу. Присутствует комментарий, отсутствует в полной мере, недостаточно и так далее. И приложение обязательно должно корректно работать и корректно завершаться. Это будет наш этап тестирования. Далее. Давайте проанализируем выполненное задание. Что мы можем сделать? Что мы можем для себя резюмировать? Какие файлы предварительно скомпилированных заголовков были созданы? Вы можете увидеть, что был такой заголовок, как include std.afx.h. Что это? Это включаемый файл для стандартной системы, включаемых файлов и для включаемых файлов, относящихся к конкретному проекту, который часто используется, но изменяется редко. То есть это у нас стандартная библиотека. Include IOS Stream. Input Output Stream. В самом названии уже кроется ответ. Что за заголовок, что за надпись. Мы можем это прочитать. Объявляет объекты, управляющие чтением из стандартных потоков и записью в них. Часто включение только этого единственного заголовка достаточно для выполнения ввода и вывода из программы C++. То есть для элементарных функций, например, CAU, CIN, ввод и вывод. Using Namespace STD. Что такое Using Namespace STD? Это подключение стандартного пространства имен STD. То есть мы могли бы данную строчку и не прописывать. Однако каждому оператору такому, как CIN, COUT или ENDLINE вы где-то использовали для того, чтобы оборвать строку и сделать перенос. Каждый раз приходилось бы писать STD. Вот такие файлы, предварительно скомпилированные заголовки были созданы у нас. Их было достаточно. Не нужно было подключать какие-то лишние, но то, как сделано. Теперь, какие переменные и какие типы данных были использованы. Опять-таки тип данных. Вы могли бы использовать double, вы могли бы использовать float. Какие-то переменные можно было написать, можно было определить как int, что означает integer, целые числа. И в данном случае, например, я использовал три переменные ABC, переменную D, которая будет отвечать за дискриминант, x1, x2, которые будут использованы в случае, если дискриминант больше нуля, и x. Единственный корень, когда у нас дискриминант равен нулю. Далее. Синтаксис программы. Каждый язык программирования имеет свой синтаксис. Формула для нахождения дискриминанта. Дискриминант равен b в квадрате минус 4ac. Вы можете здесь увидеть, что можно использовать стандартную функцию как pau, использовать синтаксис c++ и прописать таким образом. Можно перемножить b на b минус 4 умножить на c. Допускается и та, и та запись. Программа работает корректно в двух случаях. Использование оператора if-else. Условный оператор. Как вы знаете, у нас есть три условия. Условие, если дискриминант больше нуля. Условие, если дискриминант меньше нуля. И дискриминант равен нулю. Потом обязательно программа должна выводить результат. Что бы мы там ни посчитали, мы должны увидеть результат. Мы использовали стандартную функцию, то есть стандартный оператор seeout для вывода результата. И завершение программы systempause. Вот такая вот функция у нас есть, systempause. Стандартная системная функция. Для чего она нужна? Без нее программа работает. То есть если вы правильно пропишите синтаксис, правильно построите программу, ввод, вывод, скомпилированные заголовки, описали данные. Все у вас идеально, но не прописали systempause. То есть программа запустится, посчитает, будет учитывать все три условия, которые вы прописали. Одно из трех, правильно так сказать. Но консольное окно, оно автоматически закроется. У вас не будет возможности просмотреть, чему же все-таки равны корни, даже если вы сделали вывод результата. Вот назначение данной функции, данной системной функции pause, это просто задержка консольного окна, чтобы мы могли посмотреть результат и в случае, если хотим завершить программу, нажать любую клавишу. Вот такой вот синтаксис программы. Далее хочу предоставить вашему вниманию листинг программы. Давайте вместе посмотрим, как можно было выполнить программу. Я не говорю, что это единственный правильный вариант решения данной задачи. Это один из правильных, который работает корректно, который учитывает многие моменты. Файлы заголовка. Я уже об этом говорил. У меня есть стандартная библиотека, у меня есть input-output, и я использую пространство имен STD. Потом начало программы. Я использовал тип данных int, интеджер, целые числа, для определения ABC и дискриминанта. Я использовал дробные данные, дробные числа, то есть дробный тип данных. Это float для нахождения корней. Следующая программная строчка отвечает за вывод данных пользователю. Потом он должен будет ввести переменную A, переменную B, переменную C. Все это будет сопутствовать с выводом данных. Пользователь будет знать, что он вводит, что ему необходимо ввести. Формула нахождения дискриминанта. Продолжение следует так. Также часть листинга, завершающая. Все три условия мы используем оператор if, условный оператор, рассматривая вариант, когда дискриминант меньше нуля. Если меньше нуля, пользователю выйдет ответ no solution, нет вещественных решений, например. Условный оператор, который используется в случае, если дискриминант равен нулю. Тогда мы используем формулу нахождения минус B делить на 2, когда у нас есть только единственный корень. И третий случай через else мы уже описываем иначе. То есть два случая у нас не сработало, но есть и третий случай, когда дискриминант остается только больше нуля. И у нас формула для нахождения корней уравнения. Два корня x1, x2. Выводим ответ и завершаем всю системную функцию для задержки экрана консоли, о чем я говорил выше. Вот такой листинг можно использовать для нахождения дискриминанта и корней квадратного уравнения. Каким образом можно улучшить программу? Давайте подумаем. Казалось бы, программа работает корректно, но всегда есть пути улучшения программы. Всегда можно как-то улучшить, разработать и так далее. Давайте я вам предложу возможные пути улучшения. Это не все и не самые топовые. То есть вы можете выбрать свои. Но одним из путей может быть приложение доработать в плане юзер-френдли. То есть лаконичные вопросы, вывод программы организован логически правильно. Должен быть какой-то интерфейс, можно поприветствовать пользователя. Но это уже такие приятные моменты. Одним из путей улучшения может быть рассмотреть вариант ввода неверных данных. Например, символы, буквы, слишком большие числа. Когда вы просите пользователя, то есть запрашиваете его ввести A, ведь он может ввести символ, а этот случай не предусмотрен, в том числе и в моей программе. Это можно сделать очень просто, используя, например, if-оператор, что перемена A у нас от 1 до, или от 0, например, до 10, как вы захотите. И также можно добавить возможность повторного использования программы, не выходя из консольного режима. Теперь тест по пройденному материалу. Что такое блок-схема? Перед вами три варианта. Вы можете выбрать любой. Это графическое представление о данных линейными отрезками. Это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и четко преподносить сложную информацию. Это графическое изображение алгоритма в виде связанных между собой с помощью стрелок, блоков, графических символов, каждый из которых соответствует одному шагу алгоритма. Я думаю, вы запомнили. Правильный вариант C в данном случае. Это графическое изображение алгоритма в виде связанных между собой с помощью стрелок и блоков, графических символов, каждый из которых соответствует одному шагу алгоритма. Далее. Следующий вопрос. Что значит аббревиатура IDE? И именно в рамках нашего урока данная аббревиатура имеет много значений, но мы возьмем именно рамки нашего урока. Вы можете видеть следующие варианты. Integrated Drive Electronics, Investigational Device Exemption, Insulin Degrading in ZIM, Industrial Design Engineering, Integrated Development Environment и Individual Developers Edition. Правильный ответ – Integrated Development Environment. Хорошо, вопрос был несложный. Программа, транслирующая исходный высокоуровневый код программы в конечный низкоуровневый код. Этот вопрос мы рассматривали. Варианты переводчик, компилятор, отладчик, транслятор. У вас есть время подумать. Вопрос тоже несложный. Я думаю, вы с ним справитесь. Правильный ответ – компилятор. Компилятор является программой, транслирующей исходный высокоуровневый код программы в конечный низкоуровневый код. Какое назначение имеет данный блок? Начало алгоритма, конец алгоритма, проверка условия, процесс вычислительных действий, ввод, вывод данных. Мы построили за течение урока три блок-схемы. Я думаю, вы уже знаете, что данная фигура используется для ввода и вывода данных. Параллелограмм используется для input-output. Вот и правильный ответ. И последнее задание – это информационная вечеринка. Данная активити проводится в следующем формате. Всех учеников приглашаю в центр класса. Необходимо образовать два круга – внутренний и внешний. Во время проигрывания музыка ученики внешнего круга двигаются по часовой стрелке. Можно ходить, можно танцевать. Главное – передвигаться, конечно же, заблюдая технику безопасности. Во время паузы ученики внешнего круга останавливаются и обмениваются информацией с учениками внутреннего круга, которые на тот момент оказались рядом. Они могут обмениться информацией о том, что узнали на сегодняшнем уроке, что понравилось в процессе урока, может, какие-то их замечания и так далее. Суть задания – обсудить сегодняшний урок. Затем снова включается музыка, учащиеся снова двигаются, музыка останавливается, опять-таки обмен информацией и так далее. Вот и суть этого задания. Итак, домашнее задание. Исследовать и проанализировать особенности процедурного и объектно-ориентированного программирования. Ссылки и материалы цитировать в стиле APA. Надеюсь, сегодняшний урок вам понравился. Всем спасибо за внимание. В случае возникновения вопросов вы можете обращаться по следующим контактам. Пред вами мой электронный адрес. Жду писем. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»